ну здравствуйте мои дорогие предприниматели мы с вами снова встретились и в этот раз курс называется управление персоналом но не управление персоналом вообще на самом деле этот курс он очень большой он прямо очень большой из разветвленный этот курс мы с вами будем говорить про управление персоналом только на начальной стадии развития развития организации только тогда когда вы этот бизнес свой открыли и когда он начал как-то устанавливаться поэтому мы с вами будем говорить только про стадию формирования и стадию становления бизнеса напомню с вами по-прежнему новоточина марина валерьевна и курс нужно называется управление персоналом начну вот с чего начну с некоторые цитаты которую мне сказал как-то один мой знакомый руководитель он так в сердцах сказал если бы вы знали как легко было бы управлять компании если бы не люди я знаю что вы сейчас улыбнулись но это так потому что можно просчитать деньги можно просчитать все что связано с налогами законодательством но человека почти просчитать невозможно и какие-нибудь возникают сложности и они почти всегда возникают с людьми с отношениями в организации именно с людьми любая организация растет и развивается конечно же и на каждом этапе организация сталкивается со своими проблемами и со своими задачами вот здесь мы с вами немного остановимся и я вам буду рассказывать про те стадии которые которые существуют но для начала я проведу вам аналогию с ростом и развитием человека когда человек нарождается он сначала маленький грудной он требует все время заботы он все время плачет мы все время чего-нибудь надо у него болит животик ему хочется кушать ему дон только в этот мир входит и он очень сильно нуждается в заботе это происходит на стадии формирования компании то же самое происходит на стадии формирования компании потом ребенок немножко взрослеет и он уже начинает ходить сам он уже начинает кушать обычную пищу но в этот период времени за ним глаз да глаз те люди у которых рядом растут и развиваются маленькие дети вы это знаете когда он сидел у мамы в животике как было хорошо мама пошла туда мама пошла сюда ребенок в вместе с ней то что мама кушает потом когда ребенок рождается все внимание посвящено ему а когда он только начинает ходить только и смотри чтобы он куда-то не залез чтобы он куда-то не не знаю не не засунул пальцы в розетку чтобы он не схватил со стола горячую чашку с чаем то же самое происходит в компании на стадии становления ее потом ребенок начинает расти начинает бурно развиваться организации точно также начинает бурно развиваться и на этой стадии вот кстати про стадию роста поскольку я вот так вот провожу аналогию с человеческой жизнью на стадии роста иногда происходят всякие неожиданные вещи если говорить про человека у одни знакомые у которых мальчик вырос за летний период времени на 20 сантиметров и когда он пришел в школу на занятия и его конечно никто не узнал но не в этом дело у него стала сдавать здоровье он стал не выдерживать нагрузки на физкультуре когда они занимаются но он идет по улице он может потерять сознание почему это происходит потому что он вырос очень резко и его организм он не успел перестроиться к этому росту потому что там сосуды там сердечно-сосудистая система там организм должен успеть перестроиться у него не перестроился он не начал функционировать как надо в организации то же самое происходит на стадии роста когда организация так резко вырастает растет количество персонала растут доходы организации, и в организации начинается, ну, знаете, я хотела сказать хаос, но это хаос по мнению руководителя, потому что руководитель, когда управлял до этого тремя людьми, четырьмя, пятнадцатью, ему казалось все нормально, все под контролем, а тут вдруг он не понимает, кто этот человек, кто этот человек, а этот откуда взялся, а эти чем занимаются, и руководителю кажется, что организация находится в неуправляемом состоянии, потому что резкий рост, он вот такие дает свойства. На самом деле, как-то я читала курс управления персоналом для руководителей, только для руководителей были одни руководители, и один из них после занятий мне сказал, спасибо вам большое, вы мне сказали фактически, что у меня все хорошо, потому что я думала, что я руководитель никакой, а у меня на самом деле все хорошо. Это просто естественные проблемы роста организации. Вот это про стадию роста. И следующие две стадии, называется стадия стабилизации, стадия спада. На стадии стабилизации все хорошо, все расцвет, все стабильно, это крупные компании обычно находятся на этой компании. И на стадии спада, когда сокращается персонал, когда сокращается деятельность, сокращаются отдельные направления, и вот такой существует спад. До стадии спада доводить не стоит, то есть нужно на стадии расцвета, есть некоторый рецепт, я немножко предварительно вам об этом говорю, потому что вы сейчас не находитесь на этом уровне, и вам, может быть, это для вас предварительная информация, но на стадии именно стабилизации, когда организация стабилизировалась, нужно начинать какой-то новый бизнес, новое дело, новый продукт, и что-то в недрах вот этой стабильной компании начинать, чтобы компания легко прошла и не свалилась в стадию спада. Мы с вами сегодня будем говорить только про первую стадию, то есть стадию формирования и становления компании. Итак, чем же характеризуются вот эти две небольших стадии, когда сформировалась компания и когда она проходит свое становление. На стадии формирования, как выглядит кадровый состав организации? О, он очень смешно выглядит, конечно. В основном там могут быть в этой небольшой компании три директора или заместителя, может быть секретарь и, возможно, бухгалтер. Чаще всего это люди очень близкие, друзья, которым руководитель может доверять и с которыми, ну, как-то договорился вместе работать. Понятно, что в это время нет никаких там договоров, все на словах, мы вместе собрались с друзьями и вместе решили сделать этот бизнес. И персонал в такой компании, я так немножко это беру в кавычки, его можно назвать солдатами без инструкции. То есть у них нет инструкции, что они делают, как они делают, куда, что они будут делать сегодня. Они приходят на работу, они иногда совершенно не знают, чем они будут сегодня заниматься. Заместители, основатели компании, ну, то есть ваши заместители, они разделяют мечты этого главного руководителя, согласны с его видением перспективы. И если у вас такая ситуация складывается, что у вас нет такого человека, партнера, с которым вы начинаете бизнес, у вас есть просто вы сами, и вы один начинаете этот бизнес, то тогда вам нужно нанять толкового, исполнительного секретаря, опытного человека, ну, не просто он должен быть опытный, он должен быть восхищен вашей креативностью, вашей идеей, которая есть. И в то же время он действует как реалист, он занимается администрированием, он знает, как содержать бизнес в порядке. То есть вам нужен человек на начальном этапе, который будет заниматься администрированием, потому что дел у вас будет очень много. Что происходит с наймом персонала на этом этапе? Лучше вам, как руководителю, нанимать людей, исходя исключительно из их энтузиазма и энергии, и избегать тех, кому для продуктивной работы нужен формальный план, стратегия. Младенческим организациям, мы говорим про младенческие организации, нужны люди с инициативой, с напором, которые готовы работать за комиссионные или на условиях сдельной оплаты труда. Вот по поводу оплаты труда я сейчас скажу немножко, немножко отдельно. Но в рамках нашего с вами вот этого курса я сначала вам расскажу, что происходит на этих стадиях, а потом мы с вами немножко поговорим об управлении персоналом, и сейчас такой общий обзор, как выглядит персонал на этих стадиях. Значит, с мотивацией персонала на данной стадии. Оплату труда нужно тесно увязать с индивидуальной производительностью работников, то есть им лучше платить не оклад, не за то время, которое они сидят в офисе. Лучше им платить сдельно за ту работу, которую они сделали. И я до этого говорила, что человек должен быть вот таким с энтузиазмом подходить к этому делу. Это на самом деле очень важно, потому что тот человек, который придет устраиваться к вам на работу, он сделает вот такое лицо, он скажет, ну я не знаю, я подумаю, а какой у вас график работы, а сколько вы мне будете за это оплатить, а что я буду иметь с вашего бизнеса. Для младенческих компаний это вредно. Такие люди вредны, потому что они будут сидеть, ничего не делать, никак ваш бизнес развивать не будут. Значит, еще раз, компенсация для персонала должна иметь краткосрочный характер. Что это значит? Это значит ежемесячные или ежеквартальные выплаты. Причем это не просто выплаты, это выплаты, которые отражают результаты труда. Хорошо человек поработал, значит он получил бонус больше. Нехорошо отработал, значит получил бонус меньше. Еще есть одна рекомендация для ключевых специалистов, но сначала я, ну не то чтобы пример этот, просто вот к предыдущей своей фразе я вас отнесу. Понимаете, если человеку оплачивать по его результатам, то эти результаты надо как-то фиксировать. Иначе это получится субъективно и вы как руководитель, точнее персонал, он попадает к вам в зависимость от вашей оценки очень сильной. То есть вы посчитали, что он сработал хорошо, он получил такие деньги. А если вы посчитали, что он отработал недостаточно хорошо, но он получил другие деньги. И при этом, если человек в этой ситуации не понимает, каким образом его усилия выразились в его, в тех деньгах, которые он получил, это его не мотивирует. И тогда он начинает работать все хуже, 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 хуже. Потому что он не может сам просчитать, какие усилия он должен приложить для того, чтобы получить тот бонус, собственно, на который он рассчитывал. И в завершении разговора про мотивацию на этой стадии я скажу, что если вы организуете бизнес с вашими партнерами, то есть вы организуете бизнес, в бизнесе не вы один, а есть люди, ну например два юриста или два учителя собрались сделать эту компанию, то человека в этом смысле надо заинтересовывать обещаниям доли бизнеса. И здесь, я бы так сказала, небольшая засада, потому что пока бизнес не начал приносить прибыль, очень легко раздавать обещания. Очень легко раздавать обещания. И предприниматель, он часто говорит, а я вам вот это обещаю, вы вот это получите, вот это получите. Но когда начинает происходить все не так, обещания надо выполнять, то, конечно, иногда это такая дополнительная нагрузка на самого предпринимателя, и иногда это повод расстаться, развестись со своим партнером по бизнесу из-за несоблюдения вот каких-то обещаний. Теперь мы с вами переходим на описание стадии становления, и именно как представляет себя состав в стадии становления компании. Это уже менеджеры. Кстати, у нас в бизнесе это очень интересно, у нас менеджерами называют кого угодно, а если мы с вами в западном варианте посмотрим, кто такой менеджер, то менеджер это человек, у которого обязательно есть люди в управлении. То есть, если вы управляете одним, двумя, тремя людьми, вы уже считаете менеджеры. Так вот, на этом этапе появляются уже менеджеры, то есть личности, которые специализируются в чем-то своем. Например, секретарь, который является администратором, который занимается администрированием, бухгалтер, который берет на себя всю финансовую часть вашей компании. Например, это могут быть внешние эксперты, или это могут быть люди, которые занимаются продвижением вашего продукта. Это могут быть SMM-щики, которые продвигают ваш продукт в соцсетях, в интернете, или там какой-то канал на ютубе делают и так далее. То есть здесь начинает появляться вот такая специализация. Персонал здесь, на этой стадии, можно описать как, в кавычках, как такие волки-одиночки. То есть у каждого человека есть какое-то свое направление, в котором он является специалистом, и он работает в этом направлении. Они, конечно же, здесь ориентированы на результат. Но вот о чем я должна вам сказать и предупредить. О том, что на этом этапе способности конкретных работников определяют выполняемые ими функции. И орг структура строится, исходя из способностей людей, а не из функциональных обязанностей. То есть развивается не сама функция, а подбирается человек, который может справиться с новыми задачами. Вот здесь я вас остановлю и приведу вам такой пример. Смотрите, например, у вас есть в компании человек, ну, предположим, это молодая женщина-секретарь, которая отлично занимается администрированием. При этом вы говорите, вот надо, чтобы кто-то занимался персоналом, чтобы кто-то образовывал какие-то корпоративные вечеринки, чтобы кто-то занимался персоналом в юридическом смысле, подготавливали личные дела, чтобы были собраны там трудовые книжки и так далее. И тогда вы говорите, ну, там, Маша, например, секретарь у вас, и вы говорите, Маша, ну, ты же это прекрасно все можешь делать, давай ты это возьмешь еще на себя. Или вы берете и отдаете ей еще какую-то функцию. Например, у вас есть несколько машин в компании, которые, ну, доставляют продукцию или что-то, не логистическая у вас компания, а именно, которые, вот там, как курьеры работают, эти машины. И вам нужен человек, который будет этим парком машину управлять. Кто, куда, когда выезжает, кто уехал, кто в какую точку, кто что-то по пути должен забрать. И тогда вы говорите, Маша, ты же это сможешь делать, ты же здесь все равно сидишь на одном месте, давай-ка ты эту функцию возьмешь. И здесь происходят вот какие сложности. Когда на одного человека навешиваются несколько разных функций, он, конечно, очень сильно устает, вы это понимаете, да, он занимается разным, но самые большие трудности наступают в этом этапе, на этом этапе времени, когда вдруг этот человек увольняется, вот эта вот секретарша Маша увольняется, и вам нужно на ее место нанять другого человека. А должность секретаря, она вообще не подразумевает то, что это Маша делала, она подразумевает только вот такую узкую часть. И тогда вы начинаете думать о том, какого человека нужно нанять, и получается, что одним человеком не обойтись. Получается, что вам нужно нанять человека, который будет выполнять функции секретарши, Человек, который будет выполнять функции менеджера по управлению персоналом И человека, который будет выполнять функции координатора Который управляет парком автомобилей и курьеров, которые у вас есть в компании И тогда руководитель хватается вот так за голову и говорит Ну надо же, какая Маша была незаменимая, она выполняла это все А теперь что делать, теперь мне на ее место надо нанимать трех человек Это не значит, что Маша была такая замечательная Она, конечно, была замечательная Но это не означает Это означает, что не было выделено отдельной функции, на которой находился отдельный человек А все эти функции, они зависели от тех способностей, которые есть в одном человеке И это типично для этого периода времени Но нетипично, и это уже является болезнью, когда компания начинает резко вырастать И когда в этой ситуации компании уже нужны конкретные функции И конкретные люди, отвечающие за эти конкретные функции Но также что происходит на этом этапе? Наемные менеджеры перестают проявлять инициативу И руководителю становится совершенно непонятно, что с ними не так Они меня спрашивают Марина, я их наняла, они нормальные были, они хорошо работали Что с ним не так, с этими людьми? На этой стадии, как происходит, точнее, как обычно это происходит Нанимают, по-прежнему нанимают людей, которым доверяют и которых уважают Нанимают людей со стороны, даже если нанимают людей со стороны То все равно нужно продвигать собственных сотрудников, которые уже были там, работали И необходимо, конечно, культивировать административный тип менеджеров Которые могут дополнить функции основателя-предпринимателя Вот здесь я приведу, ну не то, что вам приведу пример Просто, знаете, как происходит здесь? Почему я говорю дополнить функции руководителя-предпринимателя? Потому что человек, который открывает бизнес, он предприниматель Ему надо там туда побежал, сюда побежал Вот это все организовал, вот это вот все сделал Он не любит, не хочет вот это превращать в какие-то функции Чтобы распределять какие-то функции Но это делать необходимо Поэтому вот на этой стадии формирования Необходимы будут люди, которые умеют администрировать Умеют быть менеджерами Которые восполняют вот эту предпринимательскую функцию Функции менеджера Это вот то, о чем я хотела сказать Итак, чем мотивированы люди на стадии становления? Люди, которые являются персоналом организации Поскольку расширение доли рынка цель данного этапа То есть расширить вот этот пул клиентов То основатели должны продолжать и поощрять людей А. За рост объемов производства И. Б. За рост продаж То есть это должны быть основными результатами За которые руководитель платит своему персоналу на этой стадии Прибыльность здесь не главная цель Главное, сколько привели клиентов И скольким клиентам сделали продажи Поэтому основателям нужно вознаграждать сотрудников Не столько за прибыль Ее, вероятно, еще нет на этом этапе Потому что точку безубыточности компания переходит позже А. За увеличение сбыта За улучшение в производстве За разработку новых продуктов И за качественную работу с клиентами Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok